Здравствуйте, мои дорогие друзья! На долю Лены выпала сложная и незавидная судьба. В школе она отучилась всего два класса, родители много пили, девочкой не занимались. Лена была предоставлена сама себе, зато, как только девушка стала старше, ей нашли жениха. Он был собутыльником её родителей, много пил, а потом срывался на девушке. Однажды она просто сбежала о него, чтобы спастись. Однако родители отказались впускать её на порог дома, они всячески пытались отправить её обратно к жениху. Лена осталась на улице без помощи и поддержки. Но на её мольбы откликнули соседи. Они не могли остаться безучастными и взяли Лену к себе. Спруги относились к ней, как к дочери. Владимир и Лариса жили по соседству и видели несправедливость, которое происходило с Леной. Елена проживала с соседями, помогала по дому, а когда Лариса заболела, то девушка взяла хлопоты на себя. Женщина понимала, что жить осталось ей недолго, поэтому взяла обещание с Леной, что Таня оставит её мужа одного. Лена сдержала своё слово. А вскоре она поняла, что неравнодушна к мужчине. Несмотря на огромную разницу в возрасте, она искренне его любила. Витю наберегал её и защищал. Пара поженилась, несмотря на осуждение людей. В деревне Лене до сих пор кричат нелицеприятные слова вслед. Однако Лена любит мужа, они вместе 8 лет. Девушка родила супругу троих детей. Сейчас ей 30 лет, а мужу 74. К сожалению, Владимир уже прикован к кровати. Жизненные хлопоты по дому легли на хрупкие плечи Лены. Кроме этого, она стала сиделкой для любимого. Однако, она счастлива и совсем не чувствует разницы между ними. У неё есть семья, где царит любовь и уважение. Друзья, а что вы думаете по поводу таких союзов? Мои дорогие зрители, если вам понравилось данное видео, оцените его лайком и напишите в комментарии ваше мнение, будет интересно почитать. Большое спасибо за просмотр, увидимся в следующих выпусках.